Сегодня у нас 8 августа, и к нам приехали журналисты. Это Анна, это Аслан, если я не ошибаюсь. Здорово! Как раз у нас идет работа. Мы стараемся в гостях у потеряевцев, журналисты из канала Россия24, да? Так? Да, да. Вот, как раз заставили нас за работой, очистка берега от сорного леса. Здесь работает бульдозерист, нагнетает глину на дамбу. Все пытаются выбрать экспозицию себе для съемки. Там приехало прикрытие ихнее. Серьезные ребята такие, видно. Неробкого десятка. Вот, она должна знать своих героев. Бульдозерист, машина. Так, от меня тут в Левкады попал. Еще кто? Это может сказать, что человек полностью свободный от всех. Вот знаете, вот мне задают, допустим, вопрос в университете. Я им отвечаю. Две недели я буду отвечать согласно с участием святых. Любой вопрос, политика, экономика, социология, работа, искусство, и будущее судьбы мира, это не имеет значения. Отвечать, что об этом говорит вся Библия, конкретно назвать глава стих. Дальше. Что говорят святые отцы, это триста того. Из них конкретно по теме вопрос. И одновременно отвечаю по житиям святых, это 1173 биографии. И одновременно по канонам, 719 канонов. И вот в этом ответе, 4124, вмонтировано все. То есть выше этого никогда никто не ответит. Это Бог дает. Учитывая, что у меня никакого духовного образования нет. Я попросили эти бизнесмены, какие-то, ректора, тут вошел в университет, 21 тысяча студентов. Это крупнейший, наверное, в Сибири, технический. Чтобы их уровень поднять. Ну, я провел несколько уроков. Пошел получать, вижу, не мои деньги. Я вернулся, там такие деньги, я их не видел. Даже, а как это так? Ну, это вам, я говорю, а как? По вашей ставке. Какая ставка? Бизнесмены сказали про крест, а ты еще тебе не на дескать премию там присвоили. Я говорю, ну, что, такие, я такой суммы не видел даже никогда. Почему? Потому что это конкретно по теме. Вот, допустим, у меня 26-й том. Я отвечаю, что по определенной теме, допустим, о революции, о семье, о детях, о государстве. Что сказали 300 поэтов России за 300 лет? Конкретно одно стихотворение, допустим, от Ивана Бунина, Максимилиан Волошин что сказал? Что сказал Дмитрий Высоцкий? На каждый вопрос шесть поэтов. Это 20 тысяч шпайлов я все время проворачивал перед студентами. А они там вообще, эту книгу нельзя выстрелить, 26-й том. И он мгновенно сметает в библиотеку везде. И фотографии этих. И каждому стихотворение эпиграф из Библии. Плюс там вопрос, и шесть поэтов, что отвечает на эту тему. Вот что самое ценное. А это не столь важно. Ну то есть это важно, конечно, но не самое важное. Важно поднять людей до того, чтобы они приняли Христа. Когда спросили Павла, что самое главное? Он отвечает. 1.23 послание к филипистам. Для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Христос жизнь. И вот в этом все сконцентрировано, вся мировая история. Вот, смотрите, Аман Тулиев. Вот один из старейших глав регионов в Кемеровской области. Он мусульманин. Он принял христианство. Такой личности, как Христос, мировая история не знала. Он об этом говорит. Прямо стоит за капельрой где-то. Я, на секундочку, верну вас вот к нашей теме. Да. Хотели вот еще раз спросить про судьбу детей. Судьбу, слово судьба отсутствует. Это выдумка сатаны, Зватаус говорит. Человек жизнь свою направляет сам. Ага. Дети-то где? Вот те, которые к вам в лагерь приедут. Ее разъехали, ее домой отправили. Приехали, и все дают телеграмму. Вы знаете, что Роспотребнадзорный отказывается говорить про это? Ну а зачем вы говорите? И Сталин, и Сталинисты не говорили, что расстреляли 100 миллионов. Они все. И что, колотомор устроили, молчат об этом. И что, раскулачить? Когда спросил Черчилль, а во что обошлась коллективизация? Не перекрывайте, пожалуйста, на шляпе камеры своей. Сталин растопырил, говорит, 10 пальцев, показал. 10 миллионов лучших тружеников убили. Ну то есть вы Роспотребнадзор ставите вот в один ряд? Нет, что умалчивают. Я об этом хочу сказать. А умалчивают они об этом. Почему они умалчивают? Ну разве это им полезно? Ребятишек, которые... Был до этого звук? Нет. Есть дети, которые... Еще раз надо будет повторить, звука не было. Смотрите, по поводу вашего лагеря, вот Роспотребнадзор не хочет с нами общаться. Нет у них комментариев по этому поводу? Так как же будут их комментарии? Вы спросили бы при жизни Сталина, скажите, прокомментируйте, пожалуйста, за что расстреляли такого, и по порядку всех нету. Ну, Гумилева за что расстреляли? Нету, нигде. И когда на Кирова было покушение, нигде в документах нету. И куда инвалиды войны в один день делились, в одну ночь. Никто не знает, 4 миллиона слезнуло. 4 миллиона, а сейчас фильмы ставят, как всех этих инвалидов, которые не вписались в жизнь, которые попрошадничали. Увезли на Соловке и расстреляли. И все, фильмы стоят уже. Зачем они будут говорить? Документов нет. Это не означает, что события не было. Событие было. И у этого Потребнадзора. Потому что они здесь подавились. Я хочу сказать, есть такая книга «Вымыслы и легенды Востока». И там написано так вот. Ну, дятел бывает, шишку берет, он зажим где-то ее, ставит там, сучок, и потом долбит. И бросает. Называется «Кузнецы дятла». А на Востоке есть такая птица, которая ест. Их косточки отбрасывает, и у нее там целая куча. Но вот когда ей есть нечего, ничего не поймала, она возвращается от этой кучи, чтобы с этих костей что-то. Но прежде чем ее проглотить, она берет и примеряет задний проход. Пройдет или не пройдет. Они в Роснадзор-то подавились. Они не примерили, пройду ли у них или нет. Я их просил, отстаньте от меня. Вам чести не будет от этого. Я занимаюсь тем, чем никто не занимается. Сейчас нам в порядке, 45 лет, это ветераны. И нет ничего. Нет ничего. И тем более учим чему? Самому высокому патриотизму, духовному, телесному, государственному. И вдруг разгромить, до 2 августа 2 недели не дожили. Но они думали, они будут сейчас биться, я буду сопротивляться. Я мгновенно сразу уничтожил лагерь, расформировал его. Я ебил по тустому месту. Я люблю опережать события. Есть французский фильм «Профессионал». Мне очень нравится. Да, это мы тоже вчера поняли. Все, хорошо. Мы тебя там. Поехали? Да. Можете нас фотографировать, пожалуйста? Давай. Вы как профессиональный оператор? Я вас там. Так, вы назовитесь. Кто вы, фамилия, имя, место работы? Айтеков Арслан Ализарифович, уроженец города Натчика, работаю на ВГТРК города Москвы. Передаю привет маме, потому что канал на Ютьюбе очень популярный. В вашем городе мы были, и там библиотеки мои книги. Да, я слышал. Слышал. Да. Меня зовут Афанась Ивановна, я журналист канала «Россия-24». И тоже передаю привет маме. Спасибо, Христос. А кто это? Батюшка, ну-ка назовитесь. Батарея, кем лапки. Вот так. Давайте сфотографируемся уже, да поедем. Так, вы не жалейте, что приехали? Мы нет, что вы. Я просто не хотел вас принимать, потому что вы приедете, разочаруетесь. Мы просто работаем и молимся. Молимся и работаем. Как Антонио Великий просил, Господи, покажи, кто я. И вдруг он со стороны видит, как будто съемка прошла. Молится, поднял руки, встал опять, плетет там корзины, опять встал молиться. У меня, знаете, эпиграфом сейчас в моей жизни стало. Я служил в морфлоте, МФ, морфлот. А сейчас, Солом 118, 164 стих. Семикратно в день прославляю Тебя, Господи, засуды правды Твоей. И теперь у меня осталась молитва и форум МФ. Я тебя сфотографировал. А, Игнастик, сейчас встаньте сюда, пожалуйста. Вы наклацали, да, но мы... Так, это... Возьми, сейчас фотографируй у нас в сумке у меня, фотоаппарат мой. Так, подождите еще. Сейчас я еще... Да, вот тут как раз Игнастик Тихонович. Сейчас, сейчас, сейчас я встану с вами. Встану. Давайте мы правильно встанем. По ранжиру. Так, это как? Мужчина должен встать сюда. Женщина слева. Вот так становитесь. Батюшка дальше. Он более значимая фигура. Вот так мы встанем. Так, брат Никита нас сейчас снимет. На память. Что ты улыбаешься? Знаете что, я... Так, его, еще раз. Хорошо знаю мусульман. И скажу, как они одеваются, берегут женщин. Я всегда ставлю пример. Наши женщины точно так же одеваются. У них два платка, платья доплата. Видели? Да. И все, когда увидят, наши сестры идут в СССР, а мусульмане там, ну, узбеки, асфальт кладут. Увидят. Наши сестры. Мусульмане нас отнавляют. Вы не ваххабиты. Да. Ну, мы погнали. Знаете, мы где дорога ездили от Владивостока, и где мы молимся, рядом мусульмане, мы знаем, нас в обиду никогда не дадут. Они любят, когда люди молятся. Я все равно не слышу. Понимаете? Я этим живу. И он, и... Молитва. Это главное. А мусульмане знают, что такое пятикратный намаз. А у нас семикратный. Не считай утренний... Семь раз? Семь раз. Не считай утренний, вечерний, ночные. То есть мы в два раза больше молимся. Это наше. Только мы. Мы про других не говорим. Это наше правило. Семь раз в день, конечно, если возможность где-то есть, мы дорогой... У меня палатки военные два на два метра. Расстилаем. Прямо рядом молятся мусульмане. У нас сразу разговор возникает. И во Франции такой у нас был. Шесть мусульманских республик проехали. Как это было? Заезжаем, где-то так. Ну, у нас в Карачаево все-таки есть, все-таки, 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 а вдруг обеду это не так? Стоят женщины, как-то намудренно одеты. Какие платки. Еще, что вы не ездите, там головы режут. Я не оспариваю. Но когда мы приехали, нас как родных братьев приняли везде. Ну, слава богу. Библиотекарь, вышли, фотографируются. Нам, говорит, замминистр приехал, они даже в это время высшие книги приняли, расписались. А там Рамзан Акадыров получил благодарность. У меня бумага. Я ему книги подарил. А Лукашенко получил благодарность. Понимаете, надо жить радостно в бедности. Мы бедные, еще у нас нет. Мы обладаем самым главным даром. Христос. Любовь. И это все к тебе вернется. Именно не в потомках только, но именно в тебе. Так, поехали вы, да? Да, поедем мы. Спасибо вам. Так, минутку. Это не все. Вот вы фотографировали, вы записывали. Как я могу потом получить это? Ну, так на сайте увидите. Вы на нашем сайте, я вам дал. Да, на нашем сайте. Вести.ру. Сайт Вести.ру. А в сером виде, чтобы не отредактированное, можно это полностью материалом? Я еще пока не знаю, когда это будет. А в сером виде боюсь, что нет, потому что это принадлежит к компании. Вот работник, это главное. А мы там, что вот он, работник. Да. Я говорю, у вас снимать будут? Он говорит, я сразу убегу. Я сразу в небо уеду. Вот, рот работе. Ну, все. Мать-то, все, сражая. Вместе. Когда бы не обратился, вот сюда на помощь. Друзья, мне надо будет грейбер расправлять. Бесплавно. Для моих голубей нужны семечки, два мешка. Я его как первый раз увидел, и он сразу ко мне зашел, и мы мгновенно подружились. Прям тут же, в этот час. Он мне по полям повел, рассказывает, как зарубежная техника, как все корешки поднимаются, что... Он очень хороший. Завтра будут делать второй путь. Он шофера шахнет. Это мы опять растутые держимы. Значит, все вступили. И вот, уже не начнут. Протравлюйте на сработку. Там, на той стороне уже. Эта работа только внешне началась. А главное, за весной тогда уже все задержать. И тут будет озеро. Почти до этой березки. За березки даже зайдет. Это у нас будет, какое? Пятое озеро. Маленькая деревушка. Но еще самое красивое, на той стороне вам не пришлось ездить. Вот так, сплошняком. Полторы, это стороны березы. Полторы, густой осинник, зеленый. Это надо увидеть просто, какая красота. Но комаров там море. Хорошо, что нам не удалось увидеть. Ну, потому что воды мало. Когда много воды, рыба все съест. Все? Все. Все. Спасибо большое. До свидания. Сохранит вас Господь в пути. С Богом. До свидания. Не уходи. Не уходи. Не уходи. Все. 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 Спасибо.